Глава Чувашии принял участие в работе коллегии Министерства промышленности и торговли России. Ключевая тема расширенного заседания – реализация национальных проектов. Они должны стать катализаторами развития электроэнергетики, жилищного строительства и здравоохранения. Продолжается работа по созданию современных производств, которые нацелены на импортозамещение. На итоговой коллегии Минпромторга подписали трехсторонний меморандум об организации единой системы продвижения экспорта. В масштабной государственной программе национальным проектом был посвящен форум, прошедший в Чебоксарах. Два дня главы всех районов и городов вместе с отраслевыми министрами говорили о реализации нацпроектов на территории Чувашии. Первый день посвятили теоретическим занятиям, второй – практическим. Так бодро начинается утро лидеров. Массово и дружно в шесть утра на Московской набережной. Отличное начало дня для того, чтобы поднять настроение, повысить свой жизненный тонус, настроиться на рабочий лад, атмосферу и получить заряд бодрости прежде всего. Дело в том, что тот, кто дружит со спортом, с активным образом жизни, всегда, я считаю, может добиться определенных результатов. Накануне, в первый день форума, главы районов и министры уже обсудили теоретическую и правовую часть национальных проектов. Второй день предполагал мозговые штурмы по секциям. Параллельно на четырех площадках просчитывали барьеры, которые могут возникнуть, и, само собой, предлагали решения. Восстановление на новом уровне работы координационных советов, именно как власть, бизнес, предпринимательство. Исходя из сегодняшней нашей дискуссии. Имея в виду прямо сейчас, 26 мая приближения, вот эту вот серию мероприятий, посвященных популяризации предпринимательской деятельности. Для себя я выработал, что все-таки ассоциации предпринимательских районов надо создавать, на них опираться и дальше развивать предпринимательство уже со школьной скамьи. Вообще проекты, путь тот, демография, образование, здравоохранение и остальные из списка содержат конкретные параметры. Их выполнение должно реально отражаться на благополучии людей. Для того, чтобы было у всех понимание, все друг друга должны слышать и обязаны слышать, чтобы не в холостую тратить время, а на конкретный результат, на конкретные дела. Вот это очень важно. Потому что финансовые средства, они в бюджете обозначены, чтобы не было и размывания ответственности, и дублирования. Каждый проект имеет свое направление, однако точек соприкосновения множество. Например, об организации новых рабочих мест говорили в процессе обсуждения проекта «Демография». Та же тема и на площадке, посвященной предпринимательству. Нет, только сетки же и городки. Нет, это все полностью рабочие. За счет? Льготы по налогам пишут, да? Да. Льгот на аренду. По налогам. По аренде. Я бы не стал какой-то нацпроект рассматривать отдельно. Чтобы достичь достижения всех целевых индикаторов нацпроектов, их надо рассматривать комплексно. Допустим, не бывает, невозможно добиться какого-то демографического вплеска в каком-то отдельно взятом районе, или и так далее, не развив там сельские территории, не создав там какие-то рабочие места и так далее. Все нацпроекты, они связаны. Поэтому к оценке идей привлекли всех участников. Они, выслушав краткую презентацию от коллег, голосовали. Идеи с красными метками до финального представления не дошли. Они остались на доработке. А вот зеленые модераторы секции презентовали на закрытии форума. Дальше на муниципальном уровне планированы карьеры педагога. То есть, это ограничение их по определенному периоду, то есть, для примера, до пяти лет. То есть, в течение пяти лет они должны повышать свою квалификацию и, соответственно, проходить аттестацию. А на республиканском уровне это планировать карьерный лифт. То есть, для того, чтобы их в дальнейшем использовать как кадровый резерв. Обсуждение вопросов по горизонтали и открытый диалог – это начало взаимодействия. Общие командные работы по воплощению в жизнь национальных проектов. Ирина Волкова, Андрей Шоклев, Республика.